Я сегодня с этими горе-комментаторами тиктоковскими проснулась утром, забыла вообще выпить свою вот эту вот штукенцию, которую я всегда пью. Ой, мы вчера так песни наорались. Прям вообще супер. Столько песен всяких вспомнили. Не важно, умеем петь или не умеем, меня никогда ничего не останавливало. Забыла выпить, сейчас выпью. У меня кофе уже сварился, друзья. Мы сочиняем и поем. Дурацкие песни. Полотенце уже снять хочется. Туго с ним. У меня здесь стирается. В ванной стирка стирается. Везде все стирается. Сниму полотенце. Невозможно, чтобы голова не разболелась. Невозможно, чтобы они хоть маленько поровнее были. А то, если высохнут, такие будут пожамканные. Сейчас мое зелье выпью. Блин, сестре так и не позвонила. Снова эти социальные сети. Позвонить, позвонить, позвонить. Не забыть позвонить. Не забыть позвонить. У меня столько дел еще. Господи, я ничего не успела. Мне нужен выходной. Я, наверное, какой-то один день возьму и вообще ничего не снимать не буду вообще. Потому что я понимаю, что, знаете, мне нужен выходной. От всего этого ваше здоровье. Ой, полный живот. Кофе налью, пусть оставает. Крепки-крепки сварила. Вообще, кофеварку свою я ни разу не мыла. Вообще. Сейчас покажу. Это будет нашим секретом. Видите? Я ни разу кофеварку внутри не мыла. И мыть не собираюсь. Это кофе. Это, знаете, как по фуншую китайские чайники для китайского чая. Вообще, китайский чай. Чайники не моются. Вот эти глиняные. Потому что, если их помыть, то смоется масло чайное, которое помогает им не трескаться чайником. В общем, по фуншую нельзя мыть. Не дай бог треснет. Пусть лучше такая стоит. А еще вам что хотела показать. Вчера же я вторую порцию добавила муки ржаной сюда и три ложки воды. Вот, посмотрите, какая у меня закваска. Завтра сделаю еще раз. Сюда ложку муки и воды. Три столовые ложки. И у меня будет уже банка закваски, которую можно будет на хлеб. Это на Дарницкий. Для Дарницкого хлеба закваска. Бездрожжевая. Ну, поняли, да? Кто не понял, давайте расскажу. У меня вот такая мука. Обычная ржаная. Я кладу сюда одну ложку столовую муки. Это было позавчера. Одну столовую ложку муки. И четыре столовые ложки воды из-под крана. Добавила. Все чудесно. Сутки простояла. Вчера вечером сюда добавила еще одну ложку такой же муки и три ложки воды из-под крана. И вот сейчас, спустя ночь, у меня вот такая закваска. Сегодня вечером сделаю все то же самое. Еще одну ложку муки сюда добавлю и три ложки воды. Буду кормить ее до завтра. Завтра можно выпекать хлеб. Вот я еще думаю, может мы заедем сегодня купим мне настоящую для хлеба такую форму. Виталь, а ты видел мою закваску из ржаной муки? Нет, конечно. Посмотри, я выращиваю. Вчера это второй день. Второй день. Ох, ничего себе. Круто? Да, сколько было? Одна ложка муки и четыре ложки воды. Вчера добавила снова ложку муки и три ложки в дно. Сейчас потому что она тепла в квартире. Вот. Сегодня еще добавлю, а завтра можно будет настоящий дальний хлеб. И я думаю, может быть, Виталь, мы тогда заедем мне форму специальную для хлеба купим. Специальную, которая... Да, да. Заедем кухню тебе форму для хлеба. И для батонов купим еще. И для каких батонов? Для пакетов. О, а где мы? На рынок? В Домодедово? Ну, может. Хочешь кофе? У меня как раз крепкий, я могу тебе это отлить или ты башеные чашки. Давай. Это да, баварский шоколад. Ты, кстати, сегодня очень добренький. Ой, пойдите, моя жадость. Ты слишком добр ко мне. Я уже тут рассказала, что тебя затопили и рассказала, что ты видео снял. Мне со мной интересно. Сейчас опубликует. Ну, не сейчас, сегодня опубликует. Это ты прям снял? Как, что там было? Ну, по максимально, что смог. Снял. Ну, у себя в квартире. Ну, уже приходили с управляющей компании и... Оценил эту ущерку. Ага. А кто будет... Собственник этой? В понедельник придут акт составлять. А кто будет отплачивать? Ущерб управляющая? Нет. Косяки кто упорол. Кто упорол косяки? Ну, я думаю, может быть, там же чем-то зеленый. Там, да, там от девочники накосячили. Ой, ужас, ужас. И, по всей видимости, они, наверное, будут. И эти полчашки у меня очень крепкие. Тебе расправить водой, да? Да, горячие. А можно молочком? Хочешь? Нет, молочком не хочу. Сейчас вода-то закипает. Ага, какой там... Горит, горит. Кипает, да. Сейчас как-то закипит. Вся проблема только из-за одного. Из-за того, что управляющая компания не разрешает отключать самостоятельно себе перекрывать воду в квартиру. Ну вот. Вот у нас, например, стояк в квартире, и мы можем от стояка перекрывать сами. А там нельзя. И получается, пока не затопило херам. Пока дождались, чтобы пришел сантехник и отключил там воду, затопило до... Ага. Ну, пятого этажа это я только знаю. Жесть. Из девятого по пятый это девятый. Это восьмой, седьмой, шестой, с пятой. Четыре этажа. Уж с какой. Бедные люди. Прикинь, а кто-то ремонт там сделал или еще нет? Они говорят, на седьмом, там уже остаточное. Я поднимался на седьмой, когда оно стекло вот с этим, с соседом снизу, который ко мне пришел, собственно. У них прямо вода прямо по полу лилась. Охереть. Уже по новой стяжке. Но у них хорошо еще стадия такая черновая, можно дать посохнуть, но может же и плесень от этого пойти, потому что вода просто хлоркает. Жесть. Живая она. Жесть. Не дай бог. Да, я волнуюсь, чтобы у меня не начала отславиваться, чтобы тут, у меня пораступили, прямо на швах начало отславиваться. Жесть. Это благо, я все влагостойкое использовал, да? И хорошо, еще плюс, что я все-таки гидроизоляцию не сделал. По основным помещениям. По всем помещениям. Я сделал только в швызон. Это гидроизоляция. Потому что самому цепому. Потому что если бы была гидроизоляция, и она бы, вода дошла до гидроизоляции и не пустила бы в штукатурки, но она бы вот это соединение гидроизоляции и блока, она бы начала, понимаете, отславиваться. Потому что гидроизоляция, она же как сплошной с гидроизоляцией не пустила бы в швызиле. Он просто отошел до того, когда работа вся гидроизоляция не пустила. С этой гидроизоляцией похожей. Она же работает с одному. Видео сегодня поставят к себе на канал.